Здравствуйте! В эфире на Уральской вещательной компании еженедельная тематическая программа «Объективно о спорте» в студии Евгений Гурин. О последних спортивных событиях в жизни города узнаете далее. Поехали! 8 мая по улицам города прошла традиционная эстафета, посвященная празднику Великой Победы. В праздничные дни на лыжной базе новоуральские школьники сдавали нормативы комплекса ГТО по легкой атлетике. Стартовал чемпионат области по футболу среди мужских команд. Новоуральский кедр первую игру провел на выезде. Новоуральские волейболисты успешно выступили в чемпионате области и пробились в финал четырех. Главным спортивным событием минувшей недели без преувеличения можно назвать легкоатлетическую эстафету, посвященную празднованию Великой Победы в 1945 году над фашистскими захватчиками. 44 команды и 326 человек приняли участие в этом празднике легкой атлетики. Новоуральская вещательная компания не смогла остаться в стороне от такого грандиозного события. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы в Новоуральске прошла традиционная эстафета, в которой приняли участие как учебные заведения города, так и организации, базирующиеся на его территории. Планируем занимать только самые высокие места, у нас команда достаточно сильная, будем стараться. Настроение у всех хорошее, погода тоже способствует. На каком этапе бежишь? На первом. Сколько метров он? 250. Понятно, то есть с тебя все и начнется, как говорится, да? То есть ты задашь тон себе эстафете и своей школе? Да. А за кого переживаете, за кого болеете здесь? За свою команду. За какую? Только забыла, как называется. Ну а школа какая-то или нет? Нет, по старше уже кто-то. По старше, да. Почему сами не принимаете участие? Я не спортсмен. Не готова еще? Нет. На следующий год? Думаю, что нет. Понятно, но пожелайте что-нибудь. Есть молодые. Я желаю всем победы. Первыми по традиции на старт вышли ученики пятых-седьмых классов, которым пришлось бежать в смешанную эстафету. На девяти этапах дистанции мальчишки и девчонки поочередно сменяли друг друга. Всего на старт вышло девять команд, которые были разбиты на два забега. В итоге, после подведения итогов, лучшими среди пятых-седьмых классов оказались представители школы 40. Три секунды им уступили представители 48-й школы. Тройку призеров с секундным отставанием от второго места замкнули гимназисты. Какие эмоции, как ощущения? Когда бежала, мне было очень сложно. Получила палочку какой? Первой. Первой, то есть сохранила? Все. Всем ветеранам желаю счастья, здоровья. Всем наборальцам успехов, счастья. Спасибо. Молодец. Поздравляем всех ветеранов, в первую очередь, с знаменательным таким днем, праздником 9 мая. Желаю самое главное здоровья и чтобы побольше таких людей, как вы. Далее на старт вышли учащиеся восьмых-девятых классов. Здесь было представлено 12 команд и ребятам пришлось преодолеть ту же дистанцию, что и своим младшим товарищам. Но в команде было на два спортсмена меньше. Эстафета также была смешанной и борьба получилась не менее упорной. После того, как последний участник пересек финишную черту, а организаторы сверили свои секундомеры, оказалось, что представители гимназии 47 и школы 48 показали одинаковый результат. И им по правилам проведения соревнований были вручены два комплекта серебряных медалей. А самыми быстрыми в этой возрастной группе оказались мальчишки и девчонки из школы 49. Они опередили соперников на две секунды. Евгения, видели твой потрясающий финиш. Расскажи, как дала сегодня эстафета, где было тяжело, где, может быть, идея получше, полегче. Мне передали эстафету третий. Я старалась обогнать всех. Я настроена была на победу. Нет, далось, конечно, не скажу, что легко, но мы это сделали. И мне очень приятно, что мы победили. Ты такой разносторонний человек. Мы знаем, что победила по броскам, когда были по баскетболу. Откуда? Спортивные гены, может быть, родители занимались? Нет, в семье нет спортсменов. Но я с самого детства росла такой подвижной девочка. И родители отдали меня в спорт. И разносторонний человек я. Я могу везде. В принципе, я в школьной спартакиаде. Участвую практически во всех соревнованиях. Любимый есть вид спорта? Конечно, легкая атлетика. Среди учеников 10-11 классов принять участие в эстафете изъявили желание также 12 команд. Им предстояло преодолеть также 7 этапов. Здесь борьба была настолько упорной, что победителей и обладателей бронзы разделили всего 2 секунды. Так триумфатором среди 10-11 классов стали ученики 48-й школы. Всего секунду им уступили представители школы 53, а с бронзой осталась 49-я школа, уступив лидеру 2 секунды. Таким образом, в общем зачете среди общеобразовательных учреждений города лучшими стали представители школы 48. На втором месте учащиеся 47-й гимназии. Тройку призеров замкнула школа 49. Далее на старт вышли представители учебных заведений города. Всего три команды изъявили желание побороться за места на пьедестале. В итоге представители колледжа первые, на 4 секунды от них отстали НТИ и с 20-секундным опозданием финишировали учащиеся медицинского колледжа. Расскажите, как по дистанции развивалась ситуация? Мы не видели, мы видим только старт-финиш. Стартанула, перегнала. Какая получила палочку? Вторая. То есть на финишной прямой выиграла? Да. В забеге женских команд, которых, к слову сказать, было тоже всего три, лучшее время показали спортсменки дошкольных учреждений МАДОУ. На 5 секунд от них отстали женщины из управления образования. И на 26 секунд опоздали представительницы сборной УХК, завоевавшие бронзу. За моей спиной сейчас находятся спортсмены, которые будут принимать участие в последнем финальном забеге легкоатлетической эстафеты. Самый сильнейший забег. Все городские организации представлены. Я думаю, сейчас будет просто очень-очень сильная борьба. Как всегда победит сильнейший. Надеемся, что обойдется без травм. И это будет последний забег эстафеты, посвященный 9 мая, дню победы завтрашнему. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. В самом финальном забеге эстафеты, в котором соревновались представители сильного пола, тройку призеров, как и у женщин, замкнули сборники Уральского электрохимического комбината, проигравшие лидеру команде мастер-класс 27 секунд. Серебряные медали смогли завевать мужчины из управления образования, проиграв лидеру 14 секунд. Конкуренция, да, конечно. Во-первых, бежали действующие спортсмены в первой команде. Там вот есть действующие мастера спорта, парочку я, по крайней мере, знаю до сих пор. Ну, управление образования второе, как бы немножко мы проиграли. Но, тем не менее, они должны нам показывать пример. В конце концов, они воспитывают наших детей. Сколько метров было этап? Этапы сейчас в основном все примерно одинаковые. От 220 до 250 метров. Раньше, конечно, вот опять же, эстафеты были посерьезнее. Там этапы были по 400 метров минимальные. Ну, тоже своя специфика. Передача эстафеты играет большую роль. Подводя итоги эстафеты, посвященной празднику Великой Победы, можно отметить, что организаторы провели ее, как всегда, на высоком уровне. Но вот количество команд хотелось бы увеличить. Ведь, вспоминая прошлые праздничные забеги, понимая, что количество участников было на порядок выше. Еще раз поздравляем жителей города с этим великим праздником и желаем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. 17 юношей и девушек приняли участие в сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне», который прошел 9 мая на лыжной базе. Нашим юным спортсменам предстояло преодолеть дистанции в 1, 1,5, 2 и 3 километра. Подробности далее. На старт дистанции в 1 километр вышли трое учащихся в возрасте 9-10 лет. Владислав Быков, Андрей Воробьев и Константин Мелузов. И хотя в сдаче норм комплекса «ГТО» не имеет значения, какое место ты займешь, а главное – уложиться в отведенный норматив, мальчишки все равно соревновались, как на настоящих стартах. В итоге первым к финишу пришел Владислав, сумев пробежать дистанцию за 4 минуты 26 секунд. Полтора километра. Ну и как ощущения? Нормальные. Нормальные? Результатом доволен? Да. Понятно. За сколько пробежал? 7 минут 43 секунды. Давно занимаешься? М-м. Один год. Понятно. Нравится бегать? Да. Понятно. А есть какие-нибудь любимые спортсмены-то? Да. На полутора километрах на дистанцию вышли уже четверо учащихся, и здесь компанию одному юноше в возрасте 11-12 лет составили сразу три девчонки. И, к слову сказать, не сильно ему уступили. И если Никита Бондар преодолел дистанцию за 6 минут и 35 секунд, то ближайшая из девушек отстала от него всего на 8 секунд. Самым представителем выдался забег на 2 километра. В нем приняли участие сразу 9 юношей и девушек в двух возрастных группах. 13-15 лет и 16-17. Как далась дистанция? С небольшим трудом. Как ощущения? Ноги болят. Понятно. Результатом довольна или еще не знаешь результат? Не знаю пока. Понятно. Ну, по ощущениям, как пробежала? Для себя хорошо. Ну, могла бы лучше? Ну, думаю, да. Ну, вначале было легко, потом морг стал загисать, а вот по своим кругу как бы дернул и обогнал этих двух человек. Хорошо. И на последнюю, самую длинную дистанцию в 3 километра отважился выйти только один юноша, Игорь Лучников, 1999 года рождения. После пересечения финишной черты он остановил секундомер на отметке 11 минут и 24 секунды. Надеемся, этого хватит Игорю для получения золотого значка комплекса «Готов к труду и обороне». Поздравляем всех принявших участие в этих стартах и надеемся, что все они выполнили намеченные нормативы. Об остальных важных событиях, которые касаются науральских спортсменов, расскажем коротко. В минувшие выходные стартовал чемпионат области по футболу среди мужских команд. Науральский кедр первую игру чемпионата проводил на выезде в Екатеринбурге с местной сменой. И, к сожалению, потерпел поражение со счетом 0-3. Сразу хотим отметить, что команду буквально сразила какая-то эпидемия. И пять игроков основного состава вышли на поле с температурой. А одного из ключевых защитников не отпустили с основного места работы. Из положительных моментов можно отметить, что следующие три тура футболисты кедра проведут на своем поле «Удю США-2». Ближайшее пройдет уже в эти выходные. 14 мая. Начало в 17.00. К нам в гости приедут футболисты Синары из Каменск-Уральского. Приходите поддержать родную команду в матче с очень серьезным соперником. Остальные результаты первого тура на ваших экранах. Сразу бросается в глаза, что все команды, которые в прошлом году боролись за чемпионство, одержали уверенные победы. При этом не пропустив свои ворота ни одного мяча. Завершился первый этап чемпионата области среди мужских команд по волейболу. В заключительном туре в Лесном на Уральский кедр одержал две победы над командами Богдановича 3-0 и Талицы 3-1. И хотя уступил хозяевам, волейболистам СК «Факел», в трех партиях завершил турнир на втором месте. Победителем предварительного этапа стала команда «Факел». Третье место заняли волейболисты «Алопаевска», четвертая команда «БАЭС» из Заречного. Эти четыре коллектива и выступят в финале, где и определятся обладатели медалей чемпионата. Финал четырех пройдет в середине мая, а где – пока неизвестно. Следите за нашими анонсами и болейте за навуральских волейболистов. Это все спортивные новости города на сегодня. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!